Хороший матч, команда хорошо играла, много моментов не реализовываем, надо больше реализовать моментов, потому что с каждым матчем все становится тяжелее, сколько было выходов, и мы пропускали выходы два раза в 1-0. Не дотерпели в основное время, но сделали все, чтобы выиграть в овертайме. Насколько комфортно игралось после травм, как себя чувствуешь? Честно, тяжело было, но команда сделала все, партнеры сделали все, чтобы было немного полегче, так скажешь, с каждой игрой будем входить дальше в кондиции, пока тяжеловато, особенно третий период. Когда гипс сняли? Дни через 7. А после травм? Ну, то есть, если быть честным, так, ну, может, еще не зажил перелом на ремсах. А вы сказали, что было тяжело, тяжело психологически больше или... Тяжело физически, когда ты не играешь, там около 20 дней, 18 дней получается после травмы. На льду я стоял там максимум, может, дней 5-6, и поэтому тяжело было выходить. Говорят, что выйти на льду, это ваша инициатива была, вы тренерский штаб попросили, сказали, что готовы, это правда? Была инициатива выйти из списка травмированных 17-го числа, а дальше на усмотрение тренера, если он готов был меня ставить, если он увидел, что я готов к матчу, то он поставил, как произошло. Вы пропустили в большинстве, насколько это ударило по команде? Потому что после этого сразу автомобиль с вас зажал. Нас зажали во втором периоде, в конце, больше. Я не могу сказать, что после того, как мы пропустили, не зажали, мы больше раскрылись, потому что надо было забивать, надо было выигрывать. Мы понимали, что уже счет 1-1, либо надо было забить до конца матча, либо уже в вертайме. Как оцените поддержку трибун сегодня? Великолепно. Честно, вот даже могу сказать, я не играл матч в автомобилисте, я не слышал у автомобилиста болельщиков, я слышал у наших, у них дома, так же, как и здесь. То есть все прям делает так, чтобы мы были ближе к воротам. Любой опасный момент, любой гул, который нам помогает очень сильно.